Продолжение следует... 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 Мы можем принять это как истинную сущность Харидас Такура. Он родился в очень интересное время. Господь посылает великих душ в то время, когда общество необходима поддержка. Просто перед появлением Харидаса, мусульманами в Индии. Многие и тысячи солдаты приехали из-за того, как я уже говорил, из-за того, как я уже говорил, в Индакуши, в страны Индии, особенно в страны Бенгал. И практически, это действительно ужасная история, что они сделали. Но это было так грустно, и так, что мы говорим, что они практически изменяли хинду. Мусульмане пришли, там были тысячи и тысячи солдат. И они творили просто причинство. И описывается, что особенно в Бенгалии они творили ужасные вещи. И практически они изменили всю страну. И в то же самое время, Господь Читания появился через 35 лет после явления Харидаса Кур. И на самом деле, Господь Читания послал своего слугу Редаса Кур, ради того, чтобы он расчистил место для будущей проповеди. Мы также читаем историю в районе Навадвипа, что большинство людей, хотя Навадвипа, это центром ученогости, практически, в целом, очень редкие люди практиковали практику преднасужения. Они поклонялись к Богу Богам. Они поклонялись к Богу Богам. Они поклонялись к Богу Богам. Они совершали разные пуджи и ритуалы на благо своих членов семьи, поклонялись к Богу Богам. Они также описываются, что люди были довольно богатыми. Но они не знали, на что тратить свои деньги. Иногда мы видим это даже сегодня. Люди так богатые, что они даже не знают, на что они использовали свои деньги. Поэтому они потратили это удивительно. Хотите слушать что-то забавное? Это забавно, но с другой стороны, может быть. Потому что забавно и смешно идут вместе. И, есть один большой певец в Америке. Он был выход из Испании. Знаменитым певцом. Знаменитым певцом. И, она вышла замуж. То есть, очень богатого человека. И, вы знаете, что он подарил ей на свадебный подарок? Он сказал, что он потратил $1000 на туалет-сет. 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 Ну, ну, он потратил $1000 на туалет-сет. Потому, 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 что он хочет сидеть очень комфортно. на туалет-сет. Это специальный туалет-сет. Это был особый такой раковинный унитаз. Он стоил $1000. Он сделал особо комфортно. и на туалет-сет. И на туалет-сет. И на туалет-сет. Судение туалет-сет. И на туалет-сет. Судение туалет-сет. То есть, это вот раковина. Тут унитаза была особо комфортная, чтобы ей было хорошо, там $1000 потратили. ну, и на туалет-сет. И на туалет-сет. Это как пример того, что у людей может быть огромное количество денег, и они могут тратить их на буквально-звеные вещи. И вот некоторые из людей в Навадвипе, они устраивали свадьбы между собаками и кошками. И вот господи Таня и Харидас Такур, они пришли как раз в то время, когда люди занимались этими глупостями, и в то же самое время Вашнавизм практически был утрачен, и мусульмане захватили страну. И те люди, которые были призваны быть представителями индийской религии, хинду, они были просто такими строгими ритуалистическими браманами, которые следовали браманам. И практически они обзоргали всех остальных хинду, которые не были рождены в семьях браманах. И вот они поклонились полубогам, совершали свои ритуалы, или же использовали религию только ради того, чтобы заработать больше денег. И также, плюс ко всему, правительство мусульман, оно было очень жестоким. Сила Харидас Такур, он родился в этих условиях. Некоторые люди говорят, что он родился в семьях браманов и потом вырос в семьях мусульман, но в Актистанском расвазе он это отвергает. Он говорит, что это еще одна форма обмана. Поскольку, почему это обман, что Господь Чайтанин хотел подчеркнуть, что каждый, независимо от того, где бы он родился, кем бы он ни был, может достичь совершенства и стать великой душой. Когда Шиле Прабхупад, наш святой мастер, приехал в семьях браманов и другие, критиковали его, говоря о том, что люди, на самом деле, не способны принять практику премиум-усульман. И Прабхупад understood Lord Chaitanya's movement, that Lord Chaitanya's movement is actually meant for those who are the most fallen. Because Lord Chaitanya's mercy is so great that one who accepts the mercy in a serious way and engages in devotional service can become a pure devotee. So, born in a Muslim family is a great disqualification from a social-religious point of view. But from the point of view of understanding Lord Chaitanya's teachings in relationship to the mercy of the Holy Name, it's perfect. This is the glory of Shiloharida Sathakura, that he was not only chanting the holy names of the Lord 24 hours a day, but he's considered to be the Acharya, or the teacher, for that. Пралад Махарад was born in a family of daichis, demons, but still, he's considered the best of all Vaishnavasu. Каджендар the elephant, he was an animal, but still, he offered beautiful prayers and pure devotion to the Lord. So, there's no disqualification on either, no material disqualification for executing pure devotional service. And that's one of the main reasons why the Lord put the Namacharya in a family, that is, what we say, low class, just to show the glory of his own holy name. And he's so glorious, that every day we say, Namacharya shilharida sathakura ki. He's included specifically in the Premdwani prayers that we chant every time after the kirtan. He preached and not only chanted. One time there was, he was preaching in one area called Fulya. And there was one very envious governor. The nature of envy is that if someone is getting a lot of recognition or getting something you like, you become unhappy. Haridas was getting a lot of recognition because he was preaching and chanting and people were coming forward and listening to his discourses and also being inspired by his preaching of the holy name. So this governor, he couldn't tolerate it. And it was becoming, it was just burning in the fire of his own envy. and his mind was so disturbed seeing who is this person getting all this recognition? And he's teaching Hindu dharma. He's born in a Muslim family. A superior family because he was a Muslim also. And why is he preaching this Hindu dharma? And all these sentimental people are following him. So, let me do something to destroy him. That's the nature of envy. Envy becomes so strong that one will even, as he says, one may even cause harm to one's friends and family members. One becomes envious. So, he called all the prostitutes together. He said, I want a plan to destroy the reputation of Haridas. Which one of you can do it? So, the best of all prostitutes she came forward. Her name was Hera Lakshi. She said, my dear governor, for me this is easy. In no time he will fall. Tonight I will meet him. The governor said, Ramachandra Khan he said, all right, I'll send my soldiers with you and once he falls then we will arrest him and show everyone what a fool he is. She said, no, no, I'll go alone and then the next night you can bring the soldiers but tonight just let me be there with him. so Haridas had erected his bhajan khutir and he was just chanting он там просто повторял у него был обед Пабхапа тоже говорил что нам нужно давать обед и во время повторения конечно, у нас есть мы пытаемся чать 16 рамс в день минимум это примерно 27 тысяч имен Бога но Ашила Адейдас Дакора made a vow to chant 333,333 names of God every day which is 192 рамс и вот Ашила Адейдас Дакора повторял каждый день 30,33,33 святого имени что включает в себя 192 круга you have to get up pretty early every day to do that и and he was also preaching he had time for preaching besides his fulfillment of his vow of chanting он исполнял свой обед повторения и при этом еще и проповедовал находил на это время so this prostitute came and it was in the early part of the evening there was a Tulsi plant outside в дворе стояло дерево Tulsi even the prostitutes were somewhat devotional so she paid her obeisances to Tulsi и вот даже в проститу есть какая-то только преданность и она пришла и она предложила свой поклон на Tulsi Дэви и вот inside Аридас повторялся это имя она села прямо перед ним она сказала oh you're such a beautiful man она сказала oh ты такой прекрасный такой красивый человек и я тоже очень полаграфирован и there's no way I can resist being with you я просто не могу противиться своему желанию быть с тобой пожалуйста исполни мое желание sounds pretty good она была очень привлекательная она была лучшей из всех проституток и она была очень богатой having gained such prestige and wealth in her occupation поскольку у нее было очень много богатства своим занятием заработала я начала показывать части своего тела чтобы привлечь внимание Аридаса но Аридас просто продолжал Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Кришна Харе 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 Рама Харе Рама Харе Рама 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 я сделаю это но есть одна проблема я дал обет и нужно закончить свои круги и я вот отстаю мне еще много кругов поэтому пожалуйста подожди я закончу я закончу свои круги и исполню все твои желания Прабхапад writes in the purport that when one makes a vow to chant one must fulfill that vow despite all difficulties and obstacles if you promise something sometimes you can break a promise sometimes due to emergency conditions but a vow can't break vow means I would rather give up my life than give up my vow но вот обет вообще его невозможно нарушить vow means my word so Харе Рас was teaching that a vow is sacred and most important и поэтому Харид Астагур он учил тому что обеты они священные и они очень важны so he said you just sit and I will be finished in the course of time и он сказал ты посиди подожди а я закончу so he was chanting Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Кри Харе Рама Харе Рама Рама Харе Рама Харе Харе on hour after hour and she was sitting waiting patiently и она терпеливо сидела и ждала finally it was midnight and time just went fast time went fast it says when you're enjoying time goes fast when you're unhappy time goes slow and when you're waiting time is so slow you're waiting for your wife to bring the dinner right it's 1140 and 32 seconds oh god it's 1140 and 34 seconds but each second is like an hour so time is relative to your consciousness and when you're happy you just wonder wow where did the time go and when you're not happy the time is so slow and when you're waiting don't even try to calculate it's just too much it's too long so hard he was enjoying his chanting and pretty soon he realized oh it's midnight he said to the prostitute i'm so sorry it's so late and i still haven't finished my vow but i made a promise so please come back tomorrow night so she left she came back the governor said wow what happened he was all excited he was sure she said i need one more night with him so he became a little impatient but what could he do so the next night she again returned at the same time in the early evening hours she gave her vacancies to the Tulsi clan she came in and she sat down and Haridasa said oh thank you for coming i'll be finished with my rounds very soon and he started the chant and she was just listening and waiting and again it became midnight and he said oh you're still here i'm sorry i wanted to fulfill your desire but i still haven't finished my rounds and this is my important vow surely if you come tomorrow i will fulfill your desire without question he was he was not simply trying to cheat her he was actually trying to let her know that he was going to fulfill her real desire because your real desire is pleasure right our real desire is to experience happiness and pleasure so pleasure becomes revealed in its utmost perfection when we're absorbed in chanting Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hama 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 and the prostitute she was listening now for the third night for hours she was just listening to this great soul chant Pure Pure Nam and then all of a sudden she started this chant Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hama Hare Hama Hama and then she just was chanting along with Hare Hama and then she just was chanting along with Hare Hama and then something wonderful happened her heart changed tears came to her eyes and she was overwhelmed with emotion her emotions were mixed feeling the happiness of the holy name and also feeling somewhat embarrassed realizing that this is really a great saint that I'm with so she she offered her prayers to Haridas and obeisances and she begged forgiveness she said I was sent here by Ramachandra Khan to make you fall down but I can see you're such a great saint actually I want to become your disciple please initiate me in the chanting of the holiness Haridas Haridas I know all about this Ramachandra Khan rascal and I knew all about his plan to make me fall down and I was just about ready to leave but then I heard you were coming so I came here just I stayed just for you so Haridas he actually stayed just to deliver the prostitute not thinking oh she's coming to destroy my religious vows I should leave he was thinking here's an opportunity to change a person to Krishna consciousness that was the quality of Haridas so he said yes I will initiate you into the chanting of the holy names but there's some requirements just like when we get initiated we have to say okay no illicit sex no intoxication no meat eating no gambling and then we can actually accept the mercy of the holy name in a very direct way so there's some restrictions some requirements to get the mercy so Haridas said you are very wealthy go home and distribute all your wealth to the brothers he made her give up everything she was very well saying it's described come back here shave your head she did and chained all day Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Am Hare Am Hare 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 and she came to the same place where Haridas was chanting he left her that little Bhajan Kutir and every day she would come actually she stayed there and she actually became a great saint and it's described that she was also chanting 300,000 names of God could you imagine from a life of a prostitute and no real devotional activity now she's chanting on the same level as Haridas one moment's association with a pure devotee one can reach perfection what was her association she was submissive she was open to what Haridas had and therefore she became what we say purified very fast and those of you who travel you go to India take some time go to Bangladesh there's a place just across the border from India it's where Haridas Thakur transformed this prostitute into a great saint I was there I went there at the beginning of this year in January it's a big compound and in the center of the compound there's a little temple like a little temple-like structure it's actually encased in glass and inside are two didis the didi of Shila Haridas Thakur who's on the right and the didi of the prostitutes on the left it's a very wonderful place to visit and sit and chant Chapa there we like the holy name sometimes we like Kirtan because Kirtan is powerful and sometimes it's a struggle at Chant Chapa the mind is restless and sometimes no matter how hard we try we find our mind is still going to different places but the Chapa really means to please Lord Chaitanya Mahaprabhu and the present Acharya and the quality of our Kirtan also is somewhat situated not somewhat is situated on the quality of our Japa Kirtan feeds Japa Japa feeds Kirtan so we develop a taste for Kirtan we can develop a taste for Japa more and more and if we're really chanting nice Japa Kirtans are so wonderful they're always wonderful but they're even more wonderful so this is a little bit about the pastimes and activities of Haridas we'll go into many many more a little bit more about his preaching his activities his pastimes with Lord Chaitanya and many other aspects of his life we only have I think 5 minutes left so any questions how can you understand what is a combined incarnation how is it understandable material means limitation spiritual means no limitation so great souls they're free from all material limitations so by the desire and arrangement of the Lord it is possible that a soul a great soul or many great souls can come together and be one great personality simply by this principle of understanding that on the spiritual platform there's no limitation so it's possible and not only possible it's part of spirituality means no limitations materially mother yesota in the material world is three personalities also there's many souls that are many great souls that are a combination of other great souls understand this one point material means limitation spiritual means no limitation просто поймите один тот важный момент что материальное значит есть ограничение а духовное ограничение нету вопрос вопрос please yeah ну 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 в начале лекции сказали что святое имя оно неотлично отлично вот я каждый раз это слышу это понимание я никак не могу понять но есть какие-то отличия ну ты видишь форму имеет там еще что-то да имя ну как бы это звук да Как мы понимаем, что Кришна и Его Немного 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 Немного? Это единственный способ. Вы не сможете это как-то оценить или с философской точки зрения это объяснить. Это открывается в процессе повторения. Кришна пробуждается в вашем сердце, в вашем уме через посредство процесса повторения. Его имена, его формы, его качества, его праздники. Все, все, что касается Кришны, Его Святой Имя, Его окружение, Его качество, Его игры, Его Святой Обитель. Все включено в одно это слово, Кришна. Как вы это сможете понять? Не пытаясь как-то его с помощью разума постичь. Но это проявляется, когда вы чисто повторяете Святое Имя. Как вот, например, когда вы идите, вам не надо говорить, что кто-то вам говорил, испытываете ли вы насыщение, голос вас проходит. Или вы испытываете счастье от пищи. Но нет, вы просто едите и все понимаете. Подобно этому, когда вы повторяете Святое Имя, вы все тоже понимать начинаете. Окей, yes. Но при этом, у него ощущение, что он ничего не делает? Это очень хорошее чувство. Вопрос был, что я делал столько правильного служения и чувствую, что ничего не делаю. Это хорошее чувство. Потому что это правильно. Мы не делаем ничего. Мы думаем, что мы делаем. И кто-то может говорить, что ты делаешь столько правильного служения и мы с этим соглашаемся. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Да, но результат зависит не только от наших усилий, но и от близости. Когда близость приходит, то у нас все будет. Даже Шила Прабхупат, когда он был благословен для распространения Кришна в мире, он сказал, что я не знаю, что я делал. Я просто пытался следить за правильные instрукты моего духовного Мастера, его Девинная Гресса, Бхти Сидданта Сарасвати Махараджа. И вот что-то случилось. Если вы чувствуете так, что вы ничего не делаете, это хорошо, продолжайте. Потому что такое чувство будет побуждать нас еще больше усилий, чтобы еще больше сделать. Если вы думаете, что я делаю много, что я делаю достаточно, это достаточно, то это будет достаточно. Это значит, что вы думаете, что как-то или иначе это все происходит от меня. И поэтому я имею лимитацию, и поэтому это все. Мы должны всегда стараться увеличить качество того, что мы делим. Мы должны всегда стремиться, чтобы våra предная служба было более качественным. Try to chant better rounds. Try to develop nicer relationships with devotees. Try to understand carefully what I'm reading, more deeply. If we try to put more quality, then we actually taste the happiness in our service more. And if there's an opportunity, we can always increase quantity also. Okay. Does that make sense? Yes? What does it mean? What does it mean? I have a lot of information. Okay. I have five forms of worship. I have a lot of information. I have a lot of information. И у нас есть что-то повторение символизации, или может быть достаточно, или может быть можно, скажем, близко общаться с каким-нибудь различным требованиям, или слушаться постоянно к другим требованиям, который не может быть. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, мы следуем процессу, который дал нам духовному учителю. И он говорит, что если вы грехаска, то вам нужно также поклоняться к Бхагватам в своем доме. И Святое Имя пробуждает в нашем сердце вдохновение к тому, чтобы следовать наставлениям Духовного Учителя, и тогда наше служение становится завершенным. So, we can emphasize chanting, but we must also do these other things, which helps to purify our chanting, so we can actually chant in a proper consciousness. Our worshiping the deity helps us to develop good brahminical habits, helps to develop the qualities of the mode of goodness. Which helps us to chant properly. When you know the Shastras, when you're reading scripture, hearing, and you understand that the Holy Name is not simply a thing that I have to do, but it's actually glorified throughout the Shastras. Then when we hear more about the glories of the Holy Name, we're more inspired to chant the Holy Names. And all these other four processes are done in the association of devotees. Which makes each one of them more, much more effective. So, yes, all these other processes support the chanting of the Holy Name. And they're also the instructions of the spiritual master for our own elevation. And they're also the instructions of the spiritual master for our own elevation. But, this is not an exception, but Lord Chaitanya emphasized two out of the five. It's not an exception, but Lord Chaitanya emphasized two out of the five, Vaishnava Seva, and Namruci. And these two He glorified above all the other ones. Chanting of the Holy Name, associating and serving Vaishnavas. Chanting of the Holy Names, associating and serving Vaishnavas. And then He added one more. Chivodoya. Preaching the Holy Name to others. So, that's the process. The Holy Name means process. Okay, does that answer your question? Yes, thank you. Yes, Mathaji? Продолжение следует... 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 Но мы знаем, что он Лорд Брахма, Харидаста и Пралад Махараджа в одной души. Ничего еще? Еще какие-то вопросы? Еще какие-то вопросы? Мантра, Мантра, Манта, Гая. Или достаточно? Гайдри Мантра, или только? Гайдри Мантра, или только? Гайдри Мантра, или только? Гайдри Мантра. Для тех, кто второго иначе, да. Вы не можете по-черкнуть Гайдри Мантру, unless вы получите Гайдри Мантру от человека, который находится в line of pacific succession of spiritual master. So, one who is second initiated should chant the Гайдри Мантру because chanting of the Гайдри Мантру also helps to purify our consciousness where we are chanting the holy names. But in the Chaitanya Charitamrita it says that the holy name is not dependent on anything. But in the Chaitanya Charitamrita it says that the holy name is not dependent on anything. So, the holy name is independent. But still, the spiritual master gives him guidance that other things are necessary in Kali Yuga in order for us to continue to chant the holy names and to continue to make progress in chanting the holy names. So, if you are second initiated, yes, you must continue to follow that process. If you are not, you can't just pick it up and chant the Гайдри Мантру because it won't have the same effect unless you receive that Гайдри Мантру from the self-realized soul, the spiritual master. There are many who chant Гайдри but there is a whole society called the Gayatri Society. They just chant the first line of Gayatri. But they are not receiving full purification because they are not chanting the Hare Krishna Mahamacharya. but they are not receiving full purification because they are not repeating the Hare Krishna Mahamacharya. In this age, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Ava Keivalam, Kalon, Nas Teva, Nas Teva, Nas Teva, Nas Teva, Katir Anyata. There is no other way, no other way, no other way, than chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare. Because there is no other way, no other way, no other way, no other way, no other way. Hare Krishna Mahamacharya. Ataji, you are a question. Ataji, you are a question. Hare Krishna. Ataji, you have a question. Save Почему вы так говорите? Почему вы так говорите? Its soul is pure. The question was, well, great souls can achieve that, but we're not so great, so we can't achieve that. In the heart of all living beings, pure love for God exists. So you may not become a great exponent of religious principles and be known as, you know, your name might not be written in all the history books, but still, you can still become a pure devotee through the process of chanting Hare Krishna. It takes three things on your side. Enthusiasm. You have to be determined to continue your enthusiasm despite all difficulties. And you have to be patient. So once you take up the process, be enthusiastic to execute your devotional life according to the instructions, determined to continue despite difficulties and reverses, and be patient that Krishna will bestow his mercy in due course of time. And finally, Shasti. One, you must be spiritual about dizendo to him. One is to know a soul. He trust, curtains, flowers, daí you must know. One is to step up, and your money, based on any symptomatic а попроб and other things. And, upon a time, to so person. A wonderful purpose. It works that ininander of all living beings by needy from something, Up такое or not? Ruseblasonic thought, behind Aowania being by take close 보세요. Утсахам исцаян дарья татат карма павартанам саду вритт, or is it? Асад сангар саду вритт. Следующий процесс, и кто-то может создавать любую любовь к Кришне. Он доступен, и не только доступен, но и требуется. Если вы не это делаете, вы должны обратиться к другому телу. Мы не хотим это делать снова, да? Мы должны быть с полной решимости, что я достигну чистого преданного сужения в этой жизни, оставив это тело. Окей, вверх вверх. Ту-си-эстик. Да, вот вы, пожалуйста. Продолжение следует... На самом деле. По-техни-эстик. То есть, если бы вы говорили про него, то есть какая-то-то, то есть, как бы надо было с вами. Как бы надо было с вами. Как бы, а не весь наезд в пудни, то в чем-то в дуже, а в баде мысли, что, что, у нас тоже есть с вами, что, говорят, что, у меня есть, как-то. По-техни-эстик. По-техни-эстик. Но, что я на руждаю с там 6 дней, то куда, куда ты кастря? Продолжение следует... 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 Но те, кто с решимостью следует по этому процессу, у кого есть хорошее обещание, он в лучшем ситуации находится. Человек может упасть по многим причинам. Но гордость causes us to commit offenses и offenses cause us to fall. Or being very inattentive to what we're doing in our devotional ways. Makes mistakes, commit offenses. Or just not understanding what is the goal. The goal is to purify our consciousness, our heart, so we can actually be qualified to go back to the spiritual world. That's the goal. So look towards the ones who are successful and say it works. And not the ones who are not successful and say it doesn't work. So look at those who достигли совершенства and say it works. And instead of looking at those who have fallen and say it doesn't work. Many take up the process. Many achieve great perfection. But hardly one actually achieves pure devotional service. It works. Guaranteed or your money back. Okay. We have to stop here. Before you go, you can take and say it doesn't work. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.